Добрый день! Еще один стикер-мод, тоже от Z-Cube. Такая же коробочка, как кубик лабиринта, про который я уже рассказывал. Называется Rainbow Cube или куб радуга 4 цвета. Коробка стандартная. Что в нем интересного? Инструкции нет. Действительно, куб. И действительно, у него 4 цвета. Есть у нас разные радужные кубы. Ну, вот это такой вот старый классический стикер-мод, хотя исполнение современное. Черный пластик, а это краска. Ну, или печать. То есть, это не наклейки. А значит, будет, наверное, более-менее долговечная. Если не сотрется. Хотя, ну, выглядит действительно не как в старые времена. Должна, наверное, держаться. Вряд ли его будут собирать сотнями. Несколько раз можно собрать, и потом уже смысл понятен. В чем особенность? Здесь есть углы полностью одного цвета, и есть ребра тоже полностью одного цвета. И нет белого, и нет оранжевого. Красный, зеленый, синий и желтый. Начинать, наверное, придется с синий-красного. Рядом с синий-красным центром есть два красных ребра и два синих. Ну, а дальше разберемся. Перемешаем. Вращается так же, как и куплый биринт. Слегка вяло, но вполне терпимо. Без магнитов. Так. Вот синий-красный центр. Синий ребро. Еще синий ребро. Одно красное стоит. Еще одно красное поставили. Теперь. Ребра одноцветные, поэтому здесь вариантов нет. Понятно, что сюда нужен полностью синий угол. Вот такой есть. Сразу поставим. Хотя рано. Надо сначала с центрами разобраться. С боковыми. Вот этот вроде подходит. Но здесь правильных положений может быть два. С этой стороны и с этой. Здесь тоже синий. И понятно, что вот этот угол должен быть вот так вот синим цветом. А значит, вот этот центр должен быть синий к этому уголку. А его надо развернуть. А это тогда стоит хорошо. Разворачиваем. Так. Нет. Неправильно. Значит, с другой стороны. Вот теперь похоже. Ну, для полноты картины сюда еще ребро синее поставлю. Его ориентация тоже не важна. И вот уже картинка врисовывается. Здесь сам по себе встал уголок. И надо сюда еще тоже уголок с синим цветом. Вот такой. И вот еще такой. Здесь зеленый. И тут синий и зеленый. Но красный. Да, здесь должен быть красный. Значит, вот этот. Делаю пиф-паф. Не подошел. Делаю еще два. Подошло. Просто делаем пиф-паф, пока не станет хорошо. Так. Ну и вот синий цвет собран. Давайте соберем красный. Сюда. Уголок. Ага. Опять тороплюсь. Не проверил красные цвета. Вот это стоит хорошо. А вот это не очень. Надо развернуть. Не так. Должен быть в эту сторону красный. Да. И нужно вернуть синий и желтый на место. Да. Да, но ребро это не отсюда. Сейчас будем менять. А. Неправильный центр. Я погорячился. Вот так. Уголок сюда поставить. И ребро красное. Вот. Теперь похоже. Нужно вернуть сюда уголок. Не так. А здесь должен быть красный. Вот такой вот. Так. Что у нас получилось? Красный угол. Синий. Но пока без верхнего. Сюда нужно поставить. Видимо полностью желтое ребро. Вот такое. Сюда полностью зеленое ребро. Причем не важно. Можно это. Можно это. Здесь. Из-за одинаковых элементов. Должны были возникать псевдопаритеты. Но их настолько много одинаковых. Что они не возникают. Так. Проверяем. Два нижних слоя. Вроде нормально. Теперь. Верхние. Здесь. Этот стоит хорошо. Этот хорошо. А эти два можно поменять. Причем менять можно вообще по-разному. Как угодно. К примеру. Можно сделать т-пером. И они поменяются. Можно рыбкой поменять. К примеру. Вот взять одно правильное ребро перед собой. А эти поменять по часовой стрелке. И будет наверное хорошо. Левой рыбкой. Вот так. А теперь ребра все стоят на местах. Разворачивать их не надо. Так как они одноцветные. Теперь смотрим. Стоят ли на местах углы. Если не стоят. То надо будет их поставить. Красный стоит. Ну вернее здесь должен стоять красный. Но это зеленый. Надо еще к боковым центрам подвести. Вот так. Зеленый на месте. Желтый нет. Этот. Здесь должен быть желтый. Здесь должен быть вот этот. То есть нужно переставить уголки. Так. И вот все остальные места. Но он сейчас ситуация простая. А я подозреваю, что здесь технически возможен псевдопаритет, когда нужно переставлять два угла. Он мне в прошлый раз не попался, но мне кажется он возможен. Попробуем его смоделировать. Для этого я поменяю два ребра местами. Не этих, но вот этих два. То есть делаю такой вот алгоритм. Который что сделал? Ага, он еще центр повернул. Не очень хорошо. Вот эти два стоят на местах. А вот эти два сейчас поменяют и перму. Так. Не очень. Я не то сделал. А, при ТПРМе у нас еще центр поворачивается. Поэтому плохая затея. Лучше все вернуть. Да, но мне кажется технически возможен здесь псевдопаритет. Сейчас вдруг получится. Опять ребра на местах. К своим центрам. Угол не на месте. Не на месте. На месте. Не на месте. Ну, не получился. Видимо, все-таки нет. А, ну здесь еще у нас и заодно уголки все развернулись. Ну, если бы не развернулись, здесь возможен псевдопаритет, когда нужно развернуть один угол. К примеру, если я сейчас сделаю одну рыбку, потом вторую рыбку, то у меня что получится? Вот эти как стояли, так и стоят. А тут я не из того положения сделал. Да? Да. Я испортил. Надо чинить. Вот так. У нас получается, ребра опять на местах. Уголки переставляем. Но никто на месте не стоит, поэтому делаем за два раза. Так. Этот на месте. И вот. Что получилось? Вот эти два развернуты. Ставим так и пиф-пафами разворачиваем. Два пиф-пафа проверяем. Что-то не очень, да? Еще два. Нормально. Подгоняем второй. Делаем два. И не очень. Да, вот этого я и пытался добиться. То есть мы сделали шесть пиф-пафов. Все здесь восстановилось, а уголок еще не собрался. Да, не развернулся. Делаем, значит, еще два. Он встает на место, но здесь все перемешано. Подворачиваем одноцветный. И на нем вращаем до тех пор, пока здесь не восстанавливается. Вот так. Такой псевдоприятет тут есть. Ну, чуть интереснее этот кубик, чем лабиринт. Есть над чем подумать. Немножко тут поразмышлять. В принципе, шкер-мод неплохой. Стоит недорого. В Китае легко можно купить. Но я думаю, и не только в Китае. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.